Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, студия Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных и важных новостях Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня вы увидите. Казанский Федеральный Университет посетил президент Университета Киндай. В КФУ стартовал форум имени Евгения Завойского. Делегация Хананьского Университета традиционно китайской медицины побывала в КФУ. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров встретился с послом Японии в России. Прием в посольстве состоялся в рамках восьмого форума ректоров Японии и России. В рамках приема обсуждались перспективы развития сотрудничества научно-образовательных центров в двух стран и текущее состояние реализации действующих проектов. Казанский университет развивает научное взаимодействие с коллегами из вузов Японии еще с 1995 года. На сегодняшний день сотрудничество реализуется в рамках 15 договоров с организациями и партнерами. И в продолжении темы сотрудничества с Японией уже в Казанском Федеральном Университете ректор провел встречу с представителями университета Киндай. Разговор состоялся в рамках рабочего визита японских коллег, нацеленного на выстраивание новых контактов в науке и образовании. Подробности смотрите в следующем сюжете. В рамках рабочего визита состоялся разговор ректора Казанского Федерального Университета с японскими коллегами из университета Киндай, нацеленного на выстраивание новых контактов в науке и образовании. Университет Киндай – один из крупнейших университетов Западной Японии. По размерам и занимаемый нише он схож с КФУ. За последние годы сотрудничество между научными центрами росло и имеется два подписанных соглашения, в рамках которых реализуются обменные программы. Я пришел к Казанскому Федеральному Университету, потому что я хочу сотрудничество с университетом. И сегодня я увидел исследование, equipment и все, и я очень впечатляю. Очень хорошо, очень хорошо. И then the scientists are very work, work very, and then presented us very good and very interesting talk to us. Для выстраивания более глубокого сотрудничества делегации университета Киндай показали основные институты и лаборатории КФУ, наиболее близкие к сферам интересов японских коллег. Прежде всего, это институт физики, в котором гостям продемонстрировали достижения в области изучения лазеров, химический институт имени Бутлерова, разрабатывающий катализаторы и методы добычи и переработки нефти. Но самой значимой частью осмотра стал медицинский кластер КФУ. Отдельно осмотрели лаборатории и учебная аудитория, нацеленные на подготовку врачей, а после чего на территорию университетской клиники пришла встреча с главным врачом. Президент университета Киндай отметил схожесть подходов к обучению врачей в вузах-партнерах, в особенности активное использование клиники для овладения студентами практическими навыками. Также он отметил, что больше всего его интересует сотрудничество в области экологии. Который институт экологии и преподаватель, гостям продемонстрировали отечественные разработки в области повышения эффективности сельского хозяйства и технологии по восстановлению почвы после загрязнения. В Казанском университете состоялось открытие международного научного форума, посвященного 75-летию со дня открытия электронного парамагнитного резонанса Евгением Заводским. Его участниками стали около 200 исследователей со всего мира, работающих в области магнитного резонанса. Форум будет проходить с 23 по 27 сентября. Все подробности узнаете в следующем сюжете. В КФУ начал работу международный научный форум, посвященный 75-летию со дня открытия Евгением Заводским в Казанском университете явления электронного парамагнитного резонанса. Я считаю, что эта конференция, которая проводится в Казани ежегодно, она является самой мощной из ЭПР-конференций, проводимых в мире. В форуме примут участие более 150 человек. Это ведущие российские и зарубежные ученые-специалисты в области теории применения магнитного резонанса, а также студенты и аспиранты. Я очень рад, что сегодня я приехал на конференцию в Казань. Очень красивый университет. Я действительно доволен, как все тут сделано. И нам рассказывали про историю ЭПР и, в принципе, организация на очень хорошем уровне. Программа форума насыщена мероприятиями. Его участники смогут обсудить как актуальные фундаментальные вопросы, так и новые прикладные направления развития этого метода исследования. Конференция будет очень насыщенная. Она будет протекать параллельно по двум секциям. Будут пленарные доклады, но, кроме того, будут пленарные секционные доклады и большое количество устных сообщений, а также постерная сессия. Работа форума продлится до 27 сентября. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. Делегация Хинаньского университета традиционной китайской медициной посетила Казанский федеральный университет. Гости побывали в музее истории университета, в императорском зале и в аудитории, где учился Владимир Ленин. О том, что послужило поводом встречи, смотрите в следующем сюжете. 22 сентября в Казанский федеральный университет прибыла делегация из провинции Хайнань. Гостями стали сотрудники Хинаньского университета традиционной китайской медицины. Делегацию возглавил вице-президент Джан Сяопин. Данный визит не случайен. Университеты хотят наладить общие контакты, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в области медицины. У КФУ и нашего Хайнаньского университета есть хорошие перспективы сотрудничества. Поэтому для более углубленного диалога мы приехали в Казанский университет. Хайнаньский университет традиционной китайской медицины – это область китайской традиционной медицины и фармацевтики. Благодаря усилиям нашего университета и КФУ мы хотели бы объединить современную медицину и традиционную китайскую медицину. Встречу провел проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Гостей познакомили с историей университета, показали императорский зал и аудиторию, где когда-то учился Владимир Ленин. Для китайской делегации было почетно присесть за парту, где учился юный Ленин. После экскурсии гости посетили Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Анна Глазунова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. О том, что еще нового произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Елабурском институте КФУ прошла научная конференция, посвященная проблемам детского и подросткового чтения. Более 50 ученых из разных уголков России и Европы обсудили воспитательную роль чтения в современных условиях глобализации и цифровизации. Учителя школ и преподаватели высших учебных заведений в ходе дискуссии сошлись во мнении, что интерес к чтению зарождается в самом юном возрасте, и важнейшая роль в этом процессе принадлежит семье. В Казанском федеральном университете провели ряд торжественных мероприятий, посвященных Международному дню мира. В этот день в КФУ был организован круглый стол, экспертное сообщество в системе профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. В результате всех выступлений и обсуждений была проведена большая работа, сделаны определенные выводы по работе в таком актуальном направлении. Сразу после на территории культурно-спортивного комплекса «Уникс» к акции присоединились и студенты Казанского университета. После приветственных слов спикера отпустили в небо белых голубей, а собравшиеся студенты под финальные аккорды песни запустили воздушные шары. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл председатель комитета национальной безопасности Республики Казахстан Карим Масимов. Своё знакомство гость начал с Музея истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Немаловажным стал и показ изданий отдела редких рукописей и книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Гость с интересом прослушал экскурсию и познакомился с основными въехами высшего образования в Казани и узнал о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Продолжение следует...